Подпишитесь на наш YouTube-канал. Если вы в него не заглядывали, вы поразитесь, зайдя туда, насколько это все здорово сделано, насколько правильно, насколько удобно. Вот, пожалуйста, пользуйтесь этими сервисами. Знаете, как говорят в магазинах, пока бесплатно. Вот, говорю я так. Ну и кроме того, не будем забывать, и вот, кстати, по этому поводу я спрошу нашу гостью, которую вы хорошо знаете, я всегда люблю с ней разговаривать, это делегат Съезда народных депутатов России Ольга Курносова. Ольга, привет. Привет. Ольга, вот я хотел сказать, видите, я так пошутил, пользуйтесь пока бесплатно, а потом я вдруг с ужасом понял, что я должен сказать еще одну фразу. Пользуйтесь, пока в России не заблокировали YouTube. Мы с вами слышали информацию, что над этим работают выдающиеся российские и китайские специалисты. Значит, ну, указаний по этому поводу нет пока еще, да, даты не объявляли, но, знаете как, на фоне того, что начали бессмысленную войну, могут сделать и бессмысленную попытку заблокировать YouTube. Что вы вообще по этому поводу думаете, по поводу YouTube? Коротко решатся они или нет? Поют, что могут решиться, и тогда вот то, что вы сказали, пока бесплатно, вот и будет ровно так, потому что для того, чтобы поставить какой-то хороший VPN, который будет тянуть, в том числе и картинку с YouTube, придется выложить какие-то деньги, да, и вот поэтому действительно пока бесплатно, пока еще YouTube не заблокирован. Ольга, ну, обратите внимание, они собирались заблокировать Telegram, а потом поняли одну важную вещь, что военкоры могут располагать там свои каналы пропагандистские, и не заблокировали Telegram, понимаете? Точно так же, ну, как не в YouTube расположить какие-то такие видео, где рассказывается, какие украинцы плохие, какая плохая Курносова, потому что она работает на Госдеп, ну, или, не знаю, на вьетнамскую разведку? На всех сразу, на Госдеп, на МИС-6, на МОСАД, вот на все разведки всех нормальных стран мира. На самом деле с Telegram у них не получилось, ну, потому что все-таки Telegram этому сильно противостоял, и Дуров как-то обходил все эти ловушки, и, собственно, они отказались от блокировки Telegram, в первую очередь, потому что технически не смогли это осуществить. YouTube, не знаю, я в этом смысле не такая подкованная в современных технологиях, мне трудно сказать, насколько... Нет-нет, здесь все просто, Ольга, просто это общее место, где есть все, и причем хочу, ну, мы знаем, с вами есть еще RuTube, но RuTube, он не популярный, понимаете, его надо разогревать и так далее, то есть, понимаете, а YouTube — это намоленное место. Понимаете, в чем дело? И если не говорить вот эти вот слова, которые я вот сейчас не могу сказать про украинцев, оскорбительные, потому что автоматика сразу засечет эти слова и будут санкции против нашего канала. Так вот, если не употреблять эти слова, а так мягко рассказывать о том, что украинцы плохие, а русские все делают правильно, то это прекрасная площадка, будет миллионы просмотров. Абсолютно, и, собственно, там есть тот же самый Соловьев, там есть многие, там, Стрелков есть, и, собственно, Пригожин там есть. Вы понимаете? Там есть, да, поэтому с точки зрения здравого смысла его, конечно, закрывать не надо, но после 24 февраля о каком здравом смысле может идти речь? Поэтому, в принципе, сегодня в России может произойти все, что угодно. Могут закрыть, могут перезакрыть, могут не закрыть. Невозможно ничего предсказать. Это называется демократия. Может быть, принято такое решение, может быть, такое. Ну, хорошо, давайте, как вы знаете, это я зрителям напоминаю, Ирина Абдулина, моя замечательная редактор, которая все время кричит мне в ухо какие-то указания, которые я, конечно, не выполняю. Знаете, что она мне сейчас сказала? Это очень интересно. Когда я вот сказал, как пользоваться русским ютюбом, она мне сказала, ну вот, давайте еще им полезные советы. Да, то есть тут у меня цензура, вы не представляете, там просто с автоматом стоит. Значит, мы показываем сюжеты. Эти сюжеты разные, но смысл этих сюжетов моей программы, то, что Ира подбирает, в данном случае мы рассказываем о русской жизни. Просто мы хотим вам, уважаемая наша русскоязычная аудитория, показывать альтернативу. Вы должны видеть, что происходит на самом деле. Конечно, это можно найти в ютубе, но не все. Это во-первых. Ну, а во-вторых, прекрасные комментарии наших гостей. Это тоже очень важно. Ну, сначала, если можно так сказать, официоз. Официоз. Лукашенко, значит, наш любимый, опять прибыл к Владимиру Путину. Типа, вот Ира написала, к хозяину. Но это дискуссионно. Я уже вообще не понимаю, кто в этой паре хозяин, а кто подчиненный. Давайте посмотрим. Отталкиваюсь от ваших слов, что зарплату надо отрабатывать. Мы с вами добросовестно еще, наверное, года полтора-два тому назад определились, что в рамках строительства союзного государства нам предстоит многое сделать. И помните, тогда мы наметили 28 союзных программ. Очень. 28 союзных программ. Те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению, как раз здесь, как раз, вы сказали, ну, если не можем, почему мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем. Вы правильно тогда сказали, приводя пример сельского хозяйства, ну, все пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня уже хлеб некуда девать в России, когда такое было. Такой урожай огромный. Цена падает. Да. Поэтому точно так будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули, да, будет непросто, ну, а когда было просто. Тут я должен только одну важную вещь заметить. Когда Лукашенко сказал про невиданные урожаи сельскохозяйственной продукции, он не сказал один секрет. Дело в том, что Россия заблокирована, и она не знает, куда ей девать эту сельскохозяйственную продукцию. И вы помните, что вот это вот вывоз зерна с Украины, это была синхронная история, потому что России тоже надо куда-то вывозить свое зерно. Поэтому рухнуть можно от того, что нет у тебя ничего, а можно от того, что у тебя слишком много. И вы понимаете, там же в России есть люди, которые сеют этот хлеб, собирают его зерно, понимаете? Значит, на него внутри падает цена, и что с ним делать, непонятно. Но я хочу спросить вас, Ольга, не по поводу сельского хозяйства, а совсем другое. Вот они строят планы, они строят планы, 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 как будто нет войны. Вот союзное государство, мы идем вперед и так далее. На фоне размещения, правильно надо говорить, ядерного оружия, причем прямо у западной границы. Вот как-то, как вы скажете, это вот пропагандистское заседание, которое мы сейчас с вами видели, или все-таки оно реальное по целям? Оно, конечно, пропагандистское, но у Лукашенко есть реальные цели. Каждый раз, когда он приезжает в Москву, он приезжает за деньгами. И я уверена, что и в этот раз он приехал ровно с той же самой целью, за деньгами. Ну а дальше, какие нужно поисполнить для того, чтобы эти самые деньги получить, это уже вопрос вторичный. Собственно, Лукашенко в политике давно подольше, чем Путин. Так что обвести его вокруг пальца, станцевать любые полонезы и получить то, что ему нужно, он достаточно хорошо умеет и в этот раз делает то же самое, как и всегда. Ну, я понимаю, но тем не менее, говорит он... Вообще, честно говоря, вот простите меня, я с вами не согласен. Я не думаю, что он приезжает каждый раз платить деньги. Дело в том, что это раньше было, когда... Брать деньги! Не-не, брать, брать, простите. Смотрите, раньше, когда Беларусь, ну, была относительно, так сказать, понимаете, не было войны, Лукашенко, там еще до выборов. Помните, у них были все время стычки, в основном с премьерами российскими, потому что действительно у них ничего не получалось. Приезжал, особенно помните, после момента, когда Россия повысила цены на энергоносители. Тогда действительно Лукашенко приезжал за деньгами. Но сейчас из-за военной ситуации, когда, я думаю, ему ничего просить не надо, ему даются любые деньги для того, чтобы он держался своей линией и для того, чтобы он не возражал и не говорил каких-то фраз, «Ой, я не хочу ваши ракеты», понимаете? Поэтому я все-таки думаю, что, так сказать, более оперативные какие-то вопросы они собираются решать военного характера. Ну, безусловно, какие-то оперативные вопросы они решают. Но почему-то мне все-таки кажется, что и дополнительные какие-то финансовые вливания он таким образом получает. Понятное дело, что есть какой-то согласованный бюджет, и есть какие-то постоянные вливания, иначе бы российские войска не стояли на белорусской земле и не запускали бы оттуда ракеты и не пускали самолеты. Это понятно. Но Лукашенко, он достаточно себе на уме, чтобы с этого каждый раз получать что-то еще. Что-то дополнительное, бонусы небольшие. Что-то еще все равно он получает, то, что нужно ему. И, собственно, поэтому он выглядит, вы правильно сказали, еще неизвестно, кто кому подчиняется. Вот мы смотрим, как они сидят, и мы видим, что Лукашенко хозяин положения, да? То есть он чувствует себя в своей тарелке. А Путин как раз ерзает, поддакивает. 28? Да-да, 28. Вы помните? Да-да, я помню. Да, то есть понятно, кто тут играет главную роль, а кто подчиненную. Хорошо. Я вам хочу сказать и сказать телезрителям, что Владимиру Путину, конечно же, на фоне активности Запада, пиарной, и на фоне активности Зеленского, вот вы знаете, Зеленский поехал в Польшу, и там была настоящая такая очень красивая история, вы, наверное, видели, на Королевской площади, там встречал его президент Дуда и так далее, и так далее. То есть в чем был смысл? Был смысл в единении народа, в единении государств. Понятно. Ну, условный, скажем так. Это же разные все-таки государства. Владимир Владимирович решил сделать то же самое, но поступил как бы хитро, поскольку не иранцев же приглашать, а Сидзипинь был. И вот как показать именно то, что мы одно государство? Он пригласил, естественно, вот этих гауляйтеров ДНР и ЛНР, Пасечника и Болицкого. Ну и вот состоялась в Кремле высокая встреча. Давайте посмотрим кусочек. Я знаю, что вы хотели начать разговор наш с транспортной инфраструктурой. Да, мы с вами уже об этом говорили. На встрече без камер, там, на все столько встречи. После этого я попросил наших коллег и из РЖД, и министр транспорта заняться этими вопросами подробно. Они уже представили некоторые свои изображения. Не знаю, вы в курсе? Да. Пожалуйста. Я хотел бы все-таки поблагодарить вас от запорожцев, от всех, за инициативу, которую мы поддержали. Естественно, уже процесс пошел по выдаче материнского капитала. Вы знаете, это очень важно, потому что за 30 лет так называемой независимости люди близко не видели такого. И понимают сегодня, что Россия государство социальное. Большое спасибо. Я хочу, прежде всего, доложить, что ситуация на территории Республики относительно стабильная, я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Но почему-то менее редко используются хаймерсы. Все еще сложные для нас районы и в Донецке, это Петровский, Куйбышевский, Куйбышевский. Это задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было абсолютно. Если сократились уже, уже к этому постепенно идут. Да, ребята делают возможно и невозможно, но это видим и не так. Ну, здесь бы я обратил внимание вот на самый первый кусочек вот этого Балицкого, каулятера Запорожской области. И обратить внимание, что он никакой не Запорожской области, потому что Запорожская область, она не принадлежит, она не захвачена полностью России, понимаете? Но он, так сказать, руководитель Запорожской области. И если вы, уважаемые зрители, да, вот Ира подсказывает, как, собственно, и Донецкая, и Луганская области. Они же хотели выйти к административным границам. Так вот, если вы обратите внимание на текст именно вот этого Балицкого, вот этого первого, то они говорят только о социальных вопросах. «Материнский капитал», «Мы вам так благодарны», «За 30 лет этой власти мы никогда такого не видели», понимаете? Вот такая вот история. То есть войны нет, Ольга. Есть, давайте поговорим о транспортной ситуации, «Мы вот транспорт, чтобы удобнее было», понимаете? Вот такие вот разговоры. И, на мой взгляд, от этого как бы несёт, вот по-украински есть слово «тхне», ну, помесь слово «несёт», «воняет», вот такое вот слово специфическое украинское. Таким враньём, такой пропагандой просто немыслимой два человека говорят к тому, что не иметь никакого отношения к жизни, а сделано только для телевизора. Ну, вы же видели это интервью ФСОшника, который убежал из России, собственно, который рассказывал, что всё-таки Путин существует в неком пузыре информационном, потому что не заходит в интернет, не пользуется мобильным телефоном и читает исключительно, смотрит телевизор и читает те папочки, которые ему приносят. Поэтому для Путина, возможно, вот то, о чём он говорит с этими гражданами, или, я не знаю, там, с этой маразутой, для него, наверное, это и есть реальность. А другое дело, что, конечно, все эти пушилины не могут не понимать, что происходит на самом деле. И все они не имеют никакого отношения к, собственно, тем территориям, которые Россия аннексировала у Украины. Как мы помним, Пушилин вообще, так сказать, известный МММщик, и какое он имеет отношение к Донецку? Ровно никакого. Даже уголовник Максим Фомин и то имел отношение к Донецку больше, чем этот самый Пушилин. Давайте дальше смотреть. Очень смешная история. Типичные русские приехали заселять украинский Мариуполь. Видео опубликовал советник мэра Пётр Андрющенко. Давайте посмотрим. Вот так. Других у меня для вас нет. У меня для вас нет других, кто приехал. Нету. Ну, что выросло, то выросло, что называется. Поэтому вот какие приехали, такие есть. Просто нормальный человек туда не поедет, да, потому что нормальный человек понимает, что, собственно, это грабёж, это аннексия. И, собственно, чем он там закончит в этом самом Мариуполе, ну, большой вопрос. Поэтому нормальный человек туда и не поедет, конечно же. Вы знаете, интересная новость. Как выяснила радио «Свобода», вот почему эти приезжают сюда, ну, мы не знаем, может быть, они приехали служить, понимаете, да, вот что-то вот такое. Как выяснила радио «Свобода», Пригожин целиком или частично арендовал для раненых вагнеровцев не менее восьми отелей. При этом родные бывших зэков говорят, что там не оказывают медицинскую помощь, а сами они злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Ну, второе я не знаю, я там не находился, слава богу. Но вот про... Я верю радио «Свобода», у них хорошая корреспондентская сеть, это профессиональные люди, вот, понимаете, восемь отелей. И там же не по десять комнат, правда? Как это называется? Мясная война. Ну, да, собственно, все знают потери, и всем известны соотношения между потерями убитыми и ранеными. Поэтому раненых-то куда-то девать надо, собственно, госпиталей нет, куда-то везти неохота, ну, пускай, собственно, лежат там. А всякие вещества, алкоголь и иный способ, соответственно, анестезию заменить, вот, и все. Все в этом смысле очень просто. И другое дело, что с такой анестезией, собственно, ничего, улучшения не наступит, но по большому счету, а вы что хотели? Вот, так сказать, вы туда пошли, и вы это получили. Ну, я вот боюсь будущего. Здесь я прочитал РИА Новости, российское агентство, и у них есть вот такое. Весь мир встанет в очередь за российской едой. На фоне прогноза в росте населения планеты к 30-му году до 9 миллиардов человек, которым требуется доступная, качественная и нормальная еда, можно предположить, предположить. Вот, это хорошая журналистика. Человек, как бы, который пишет этот палевый текст, он, так сказать, ну, так сказать, можно предположить. Понимаете, да? Он не утверждает, он, ну, можно предположить. Он даже не предполагает. Он можно предполагает. То есть он себе позволяет предположить, к кому в итоге выстроится длинная очередь. К США и ЕС за червями. Или к России за экологически чистым мясом, молоком и зерном. Мне кажется, Оля, что нам пора занимать очередь, потому что я боюсь, я даже не знаю, что... Я думаю, просто этот корреспондент вообще либо давно не заходил в магазины, либо, может быть, это у него жена ходит в магазины и просто не в курсе, что в российских магазинах собственно российское. Так вот, я открою ему глаза. в российских магазинах российского практически нет. Или очень мало. Там овощи и фрукты, все импортные. Зерно в магазине не продают. Хлеб тоже с добавлением твердых сортов, пшеницы, которые Россия не выращивает, и далее по списку. Поэтому, собственно, мясо, ну, наверное, мясо в России какое-то свое есть. Но вопрос, по каким ценам и как быстро они растут. Так что я расстрою этого корреспондента и скажу, что если куда-то и будет выстраиваться очередь, то скорее в Польшу. Ну, вы его не расстроите по одной простой примитивной причине. Он это все прекрасно знает. Он просто на работе. Понимаете? Это правда. Тут последний сюжет, который мы с вами посмотрим. Тут очень смешные вещи происходят вокруг Жириновского. Значит, наследники Жириновского. А, да, простите, пожалуйста, простите, извините. Ира, огромное вам спасибо. Это я редактору, я забыл. Опрос. Интересно, кого кандидатам россияне хотят видеть на следующих президентских выборах? Вот как интересно завернули. Давайте посмотрим. Я никого не вижу, абсолютно никого, кроме Путина. В тяжелые времена не меняют ни кандидатур, ни лиц. Придет какой-то другой, он может наговорить, а не исполнить. Или еще что-то заблуждение ввести. Насчет действующего президента там посмотрим, как будет все-таки уже человек довольно пожилой. Если будет преемник, поддержу преемника. Но в целом, потому что сейчас действительно сложная мировая ситуация, и то, что сейчас сложно, это, я считаю, стабильность и какое-то постоянство. Ну, в том числе и резкие перемены руководства не могут сейчас позитивно сказаться и ни для кого. Именно Путина. Пока что ему же имена нет. Того кандидата, который является на сегодняшний день президентом. Альтернативы я пока не вижу. Действующему президенту я доверяю. Путина, конечно, все будет, жив, здоров, все нормально. Но у него, может, есть какой-то преемник, своего преемника, которого, может, мы еще не знаем. Там я выбором доверяю, конечно. У нас довольно хитрая избирательная система, использующая хитрости определенные. Подобное есть. Но в целом, я считаю их в достаточной мере справедливыми. Я вот Псков, да, город Божий, Русь здесь началась. Мне кажется, что вся власть от Бога. То есть, какая бы она ни была, она от Бога. Ну, Путину я доверяла и доверяю. Он доказал. Тут две интересные вещи. Во-первых, все абсолютно, даже этот молодой человек, ну, он там позволился сказать по поводу того, что выборы у нас с хитростью. Люди как-то говорят, я другого кандидата не вижу. Но никто не говорит простую фразу, а где вообще другие кандидаты? Понимаете? То есть, как бы, стою, там трупы лежат, всяких кандидатов, кто-то в тюрьме, кто-то здесь, и человек говорит, да нет никого. Вот это кто? Владимир Владимирович? Ну, других же нет. Это поразительная ситуация. Поразительная. Ну, есть, наверное, люди, которые думают иначе, тем не менее. И эту поразительную ситуацию мы наблюдаем уже, ну, там, я не знаю, лет 20. Потому что вот ровно этот ответ «я другого не вижу», люди повторяют из раза в раз, из раза в раз. И даже понимание того, что то, что они никого не видят, это и есть результат, собственно, работы лично Владимира Путина. То, что никого даже и не видно, им никого не показывают. Откуда они могут увидеть, если, собственно, им никого не показывают? Это надо хотя бы в интернет зайти, может быть, тогда кого-то и увидят. А так-то по телевизору Соловьёв же в президенты точно не пойдёт? Как знать. Но это правда. Как знать. Если Владимир Владимирович решит, то он скажет. Вот козырёк. Ну что ж, спасибо, Оля, спасибо вам большое. Мы с вами и серьёзное посмотрели, и смешное. Но в любом случае то и другое довольно грустное. Не так ли? Правда. Это точно. К сожалению, во время войны ничего другого быть и не может. Да. Да. Наверное, вы правы. Спасибо большое. Я благодарю вас, Ольга Курносова, делегат Съезда народных депутатов. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.